Округ стал лидером не только порождаемости, но и занял первое место по созданию резервов для борьбы с чрезвычайными ситуациями в Северо-Западном федеральном округе. Об этом на еженедельном оперативном совещании при губернаторе доложил председатель Комитета гражданской обороны Сергей Боенко. Обсудили и другие не менее важные вопросы. Подробности в следующем материале. В Комитете гражданской обороны Ненинского округа такой быстрый рост показателя связывает со слаженной работой органов власти субъекта. Высоких результатов в регионе достигли всего за полгода. В результате, на основании данных бюллетеня МЧС России, за полгода позиции округа по созданию резервов на душу населения укрепились с 80 последних мест до первого места в Северо-Западном федеральном округе. И по Российской Федерации до третьего места по финансовым резервам и четвертого по материальному резервам. Об итогах кампании по оздоровлению детей, а также о трудоустройстве подростков на время летних каникул доложила руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Нина Эльсимяшкина. По результатам на конец августа отдохнуло 3 360 человек. До конца года также будет продолжено оздоровление в санаторно-курортных учреждениях. Летом была организована работа детей. На работу было трудоустроено 390 подростков. Зарплата несовершеннолетних работников составила около 6 тысяч рублей. С учетом компенсации северного коэффициента и материальной поддержки от центра занятости ребята получили порядка 14 тысяч рублей за каждый месяц работы. Затронули на оперативном совещании тему малого бизнеса. Количество заявок, поступивших на конкурсы, грантов и субсидий в Комитет инвестиций и развития предпринимательства превышает возможности регионального бюджета. Об этом сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в округе Валерий Чупров. По сведениям комитета подано 39 заявок, однако лимиты, которые имеются, они в лучшем случае позволят удовлетворить на одну треть. В свою очередь глава региона подчеркнул, что господдержку должен получать бизнес, направленный на решение проблем жителей региона. Также на планерке рассказала о текущей работе предприятия генеральный директор акционерного общества мясопродукты Тамара Критская. По ее словам, положение дел на предприятие постепенно улучшается. Благодаря сотрудничеству с кредиторами мясопродукты закупили 100 тонн мяса. В ближайших планах закупка еще 70 тонн. Также мясокомбинат планирует увеличить ассортимент. Для этого предприятие закупит в лизинг пельменный аппарат. Летний период заканчивается. Мы уже почувствовали, увеличился товарооборот по магазинам. Заключаем договора с детскими учреждениями. Убойные пункты готовы. Коткина, Харивер сдали. Пеша готова. В НИСИ только немного недоработок, но сейчас там договор заключаем. Холодильник, склад готов, только там автоматика немножко не срабатывает. В принципе, то, что мы наметили, делаем. Готовится к новому сезону и Ненецкая агропромышленная компания. В планах сельхозпроизводителей увеличение поголовья крупного рогатого скота в первую очередь в Оксинском подразделении. В настоящее время в селе завершилась реконструкция молочного цеха. Запуск производства зависит от установки нового оборудования. После его установки в селе появится масло и творог местного производства.